Сейчас, чтобы не терять ни минуты, я хочу пригласить на сцену рецензента для второго нашего спикера, для Михаила Ватутина, который выступал со вторым проектом «Организуй и структурируй свою речь» Наталья Каптюн. Да, я буду оперировать бумажку, но ручка, поэтому у меня микрофон, наверное, не нужен. Миша. Всем привет, я вам надо поприветствовать вас. Я очень рада, что с вами приглашение. Миша, я тебя поздравляю с твоим проектом. У тебя было две главные задачи. Первая – это составить план речи, включающий введение, основное участие, исключение. И вторая – ориентировать свои мысли в последовательную логическую, значит, как сказать, траекторию. На что я всегда обращаю внимание в любом проекте – это на название. Мне кажется, что свое название, оно очень интересное, меня оно привлекло. Так как я скептик, я не верю в работу мечты и считаю, что я нет. Да простят меня все работники Google, Яндекс и иных компаний, у которых есть вот такие милые штуки. Так вот, про твой проект. Первая задача – выполнена. Я предварительно с тобой поговорила, ты действительно составила план. У тебя было начало. Начало было перегружено. Мне кажется, у тебя там был и анекдот, и приветствие от публики, и вопрос. Мне кажется, что можно оставить что-то одно, при том, что анекдот – это достаточно опасная тема. Она не всегда заходит, люди, некоторые, без чувства юмора своего, например, могут его не понять. Поэтому оставить что-то одно, наверное. Но оно было. Сначала было. Что касается тела проекта, основной части. Очень много примеров. Примеры про друзей, которые не закончились ничем. Ну, был пример один, пример два, что один мечтаешь в деревне, второй в городе, они ни к чему не пришли. Но они были. Мне понравилась часть, где ты говорил про себя, что у тебя было много работ, несколько работ мечты. И у нас, когда я про это говорила, у меня все время такое чувство складывалось, что это какое-то о-о-о работа мечты, что вот ты надо туда прийти, тебя там устроят, и все будет круто. Я бы, наверное, посоветовала тебе их побольше раскрыть. То есть, основная часть, она была, она была большая, немножко перегруженная, на мой взгляд. Можно пару примерчиков оттуда убрать, про друзей особенно. Переходы были достаточно ловкие, плавные, не было заметно какого-то четкого перехода к основной части. К выводам. Ты пришел к выводам еще в начале, мне кажется, ты сказал, что хобби это есть работа мечты. И в конце повторилось, в принципе, это полезно, люди тут фиксировали в себе это. Поэтому по структуре речи все отлично. По поводу мысли. Может быть, я такой скептик слишком, но и мне вот эта мысль, которая у тебя была красной нитью, мысль следующая, что работа мечты это хобби, но хобби не всегда приносит денег. И тут какой-то такой резонанс, что можем ли мы жить в мечте, и что же нам тогда есть, где жить и так далее. Что я тебе посоветую? Это, во-первых, продолжать выступать. Ты классно держишься на сцене. Наверное, опыт свадеб, мафии и так далее дает о себе знать, но правда. Тебя приятно наблюдать и слушать. Это не с каждым происходит. Поэтому я советую работать с моим ментором. У тебя ментор просто прекрасный. Продолжай, создавай проекты. По поводу того, могу ли я взять себе что-то на заметку, ну, наверное, вот это про работу мечты это хобби достаточно клещей, его взять уже, так сказать, невозможно. Вот, в целом, в общем и целом, желаю тебе простых проектов, кличей, чтобы все понятно, просто, и для всех. Поздравляю, я засчитываю свой проект. Всего вам хорошего. Спасибо, Наталья, за несколько критичный взгляд на речь Михаила. Это один из примеров такой, знаете, более, ну, скажем, едливой, тяжелой оценки, да, скажем так. Наташ, обращай внимание на сигналы таймера. Ты несколько превысила свой лимит, зная, что мы сейчас ограничены. Так что внимательно. Таймер — это речь каждого инцензента, это тоже мини-речь, структурированная как вступление, тело и заключение.